12 часов бесперерывного эфира в День Победы. В Нижегородской области в режиме нон-стоп 9 мая работала виртуальная студия «Блиндаш-52». Во время прямого эфира прошел онлайн-квартирник «Когда поет душа». Нижегородцы исполняли дома военные песни. А еще в прямом эфире концерты нижегородских исполнителей, творческие мастер-классы, акции, гости. Одним словом, целая россыпь всего самого интересного. О том, как удалось реализовать этот проект, рассказала директор регионального управления культурно-образовательными проектами Наталья Столярова. Она стала гостем Нижегородского медиа-центра. Уникальная 3D-студия продолжает работать в Нижегородском Кремле. Также на связь со студией Кремлевский медиа-центр вышел ветеран Великой Отечественной войны Василий Иванович Рассыпнов. На самом деле мы ведь с вами действительно великий город, который внес вот такую значимую вклад в победу. Город трудовой доблести. Мы надеемся, что мы это звание присвоим. Это нужно, потому что наши заводы, конечно, сделали просто великий вклад. Я добровольцем воевал полтора года. Артемий Катков. Время новостей.